Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении в мошенничестве, растрате имущества и злоупотреблении властью начальнику управления градостроительства и архитектуры Харьковского городского совета и его заместителю. Первым является никто иной, как главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, а само дело расследование ГПО в схемах ЖСК, по которым уже предъявлено подозрение начальницы Чечельницкого, заместителю мэра по вопросам градостроительства Татьяне Овинниковой. Речь идет о переводе в частную собственность 650 гектаров земли громады, которую в 2008-2014 годах раздавали псевдокооперативам под коммерческую застройку и особняки. Как выяснили следователи, чиновники Харьковской мэрии воспользовались лазейками в земельном законодательстве, которое позволяет гражданам, состоящим на квартирном учете, выделять участки под строительство для того, чтобы они сами решали свои жилищные вопросы. Но в Харькове, по данным следствия, ЖСК создавали не нуждающиеся, а бизнесмены, близкие к городским чиновникам. Все эти решения не проходили мимо архитектурного департамента, которым с 2006 года руководили Овинниковой и Чечельницкий. Кроме того, Сергей Чечельницкий известен в Харькове тем, что аффилированная с ним проектная фирма Аров получила львиную долю бюджетных заказов на реконструкцию, в частности, сада Шевченко. Фактически рынок проектных работ в городе Харькове монополизирован. Монополизирован фирмами и близкими к главному архитектору города, где он в фирме Аров и прочими, где он, будучи еще не на посту, являлся учредителем, а потом там были его родственники и сейчас близкие им люди до сих пор являются в учредителях и, собственно, в выгодополучателях. Последний громкий скандал с Сергеем Чечельницким был связан с попыткой установить в Харькове на площади свободы памятный знак на месте монумента Ильичу. Он вместе с братом оказался автором проекта, который был фаворитом еще до объявления конкурса и внешний вид которого возмутила общественность. Даже были подписаны петиции за отмену конкурса и увольнение Чечельницкого. Но в мэрии увольнять скандального архитектора не стали, а сам он от своего детища отказываться тоже не собирался. Газпром всю жизнь в ужасном состоянии и сейчас в том числе. И никто из них ни на кого не подал в суд, не переживает, что в Газпроме, боже, ставят пластиковые окна. Это никого не интересует. А то, что перед громадным зданием поставить карандашик, я не думаю, что он его прикончит, ну что вы, конечно нет. Только через суд активистам удалось отменить результаты конкурса. Сам Чечельницкий после этого на публике не появлялся и, по словам его брата, лег в больницу. Сегодня его телефон тоже не отвечает. В горсовете также не комментируют подозрения, предъявленные начальнику архитектурного управления, как и сам ход расследования. Хотя обыски в горсовете по делу ГПО провела еще в конце минувшего года. Подозрения заместителю Татьяне Винниковой были выдвинуты еще в марте, а две недели назад суд избрал ей меру пресечения содержания под стражей с правом внесения залога. А Винниковой удалось собрать нужные 30 миллионов. Какая мера пресечения будет избрана в отношении начальника архитектурного управления, пока неизвестно. Но если вина чиновников будет доказана, им будет грозить до 12 лет лишения свободы. Марина Николаева, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения новости.